Пришел проверить свою очередность, но вместо этого узнал о своей смерти. 25-летний житель областного центра каким-то образом оказался в списке умерших. Почему так произошло и как прокомментировали этот случай в городском Акимате, расскажет Гюзель Закария. В 8 лет Александр Рябуха потерял родную мать. Отца в семье не было. Сестренку удочерили, а он вместе с братьями попал в детский дом. После выпуска встал в очередь на жилье, однако получить свой квадратный метр оказалось непросто. В ожидании даже можно умереть, но не буквально. Еще полгода назад парню пришло смс о снятии с очереди, но он не придал этому значения. Уточнил вопрос в Акимате, там сказали, что это был системный сбой. Чуть позже он решил еще раз обратиться в Акимат, чтобы узнать свой статус. Почему бы меня сняли с очереди? Они говорят, ну вот вы не определены. Программа не определила так, что меня сняли с очереди по связи с тем, смерть очередника. Ну то есть меня. Отправили они меня в ЗАГС, чтобы по-новому оформили меня. Ладно, если бы удостоверение было просрочено и случайно программа выдала, что я умер, потому что не обновил. А оно у меня до 24-го года. Ну вот в ЗАГСе мне пришлось писать, они меня отправили опять в Акимат, чтобы я в пятом окне написал заявление, чтобы получить акт об отсутствии смерти. Сам молодой человек относится к ситуации с юмором и собирается жить еще долго. Ну, учитывая, что меня уже похоронили, я долго жить буду. А вот местным властям не до шуток. Здесь сейчас идет полное расследование и поиск виновных. Потерпевший намерен подать в суд, если его не восстановят на прежнюю позицию в очереди с учетом последних продвижений. Мы думаем, что это произошла техническая ошибка, потому что сейчас выясняем, при инвентаризации отделом ЖКХ в марте месяце в очередности он восстановлен. На момент того, когда он вставал в очередь, это было в 17-м году в декабре, его очередность составлял, номер очередности составлял 1680, сейчас он 1342 в очереди. То есть на то же место также он был восстановлен. Техническая ошибка или халатность, сейчас это мы пытаемся выяснить. После этого будут проведены какие-то соответствующие организационные выводы. Ждет Александр ключи от дома не меньше, чем через пять лет, пока снимает квартиру. Надеется, что такое в его жизни больше не повторится. Всего в очереди на жилье в городе состоят более 14 тысяч человек, из них 1700 дети-сироты. Последним в текущем году предоставили 65 квартир, что в два раза больше, чем в 2020-м. Гюзель Закарьяк, Азбек Арыкбаев, Новости МТРК.